Дым от канадских лесных пожаров снова накрывает США. Департамент окружающей среды, Великих озер и энергетики штата Мичиган во вторник объявил их предупреждение о качестве воздуха для всего региона. В Чикаго агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов классифицировало воздух как нездоровый и призвало молодежь, пожилых людей и жителей с проблемами со здоровьем больше времени проводить в помещении. По данным Национальной метеорологической службы, пожары на севере Квебека и низкое давление над Восточными Великими озерами направляют дым на Мичиган, Висконсин и Иллинойс. Его уже начинают ощущать жители мегаполиса. Это ужасно. Это как будто вы постоянно вдыхаете что-то неприятное. Я обычно пробегаю 100 миль в неделю, но похоже сегодня это будет опасно. А лесные пожары продолжают полыхать во многих регионах Канады. Площадь выжженных территорий уже побила все рекорды. Почти три сотни очагов возгорания вышли из-под контроля. В тушении задействованы не только местные специалисты, но и пожарные из разных стран, в том числе США и Австралии. В настоящее время больше всего возгораний наблюдается в провинциях Квебек, Онтарио и Британская Колумбия. Обычно сезон длится до осени, а потому возможно худшее только впереди. Так в Нью-Йорке до сих пор с ужасом вспоминают начало июня, когда город заволокло оранжевым дымом, а индекс чистоты воздуха достиг наихудших значений. Между тем, лесные пожары на этой неделе вспыхнули в Аризоне, в Скоттсдейле, однако с огнем удалось справиться довольно быстро. Властям пришлось эвакуировать около тысячи человек. Моя жена позвонила мне и сообщила, что наш поселок эвакуируют. Это совсем новый поселок в северной части Скоттсдейла. Она вышла, а собак взять забыла, и сейчас мы немного нервничаем. Мы не эвакуировались, но мы строим дом в районе, который был эвакуирован. О пожаре рассказал наш друг, когда катался неподалеку от пожара на горном велосипеде. Поэтому мы приехали посмотреть, что происходит. На тушение были брошены 250 пожарных. Вот сгорание произошло рядом с парком Макдауэлл-Маунтин. Все дома в итоге уцелели. Пострадавших нет. А вот причины этого лесного пожара пока выясняются. Обсудим, что происходит с Адамом Дель-Роса. Аналитика IQ Weather подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Адам. Спасибо, что присоединились. Касательно Канады и того, что доходит до США, что происходит сейчас? Насколько вообще критична ситуация в районе Великих озер, Чикаго? Что ж, в Канаде сейчас исторически опасный период лесных пожаров. И это накладывается на область низкого давления в Иллиносе. И, соответственно, все эти облака привлекаются в район Мичигана и Больших озер. Не думаю, что в Нью-Йорке мы увидим какое-либо повторение того, что происходило в начале июня. Но, тем не менее, все равно ситуация очень и очень опасная. Конечно же, до оранжевого неба не дойдет. Но в Мичигане и даже близко от Мичигана на востоке, в Огайо, намечается большое количество дыма. И до Филадельфии, Диси и Балтимура все это тоже дойдет. А есть ли в таком случае опасность, если не повторение ситуации с оранжевым воздухом, то с Нью-Йорком, Джерси, Коннектику, там, сюда может принести этот дым вновь? Качество воздуха снизится сегодня вечером и завтра утром. Будет какое-то количество смога. Конечно же, сравнить с тем, что происходит сейчас в Мичигане и в районе Больших озер нельзя. И, скорее всего, опять же, повторение юнской ситуации ожидать тоже не стоит. Но те группы населения, которые чувствительны к тяжелым погодным условиям, я бы посоветовал предостеречься, оставаться внутри, носить вот эти пресловутые маски N95 или N97, которые предотвратят попадание опасных частиц в ваши легкие и даже сердце. А как обстоит ситуация с сезоном лесных пожаров в США, в частности, в Калифорнии, где каждое лето все горит и людям тоже приходится эвакуироваться? Там Аризона та же. В США, слава богу, пока что ситуация неплохая, благодаря весьма дождливой зиме. Успело накопиться достаточное количество влаги и в горах, и на земле. Но давайте все-таки помнить, что мы сейчас находимся с вами в июне. И есть большая вероятность тому, что та растительность, которая проразросла в огромных количествах благодаря дождливому сезону, рано или поздно высохнет и превратится в топливо для огня. Спасибо большое за ваши ответы. Адам Дель Рос, аналитика QWeather, отвечал на наши вопросы. Продолжение следует...